АПЛОДИСМЕНТЫ Подходи, налетай, шашлычок разбирай. Если съешь моё харчо, ты придёшь ко мне ещё. Молодым вино запьёшь, детство сразу же впадёшь. Подходи, подходи у Ашота. Лучшее мясо в городе. От себя отрываю. Из этого мяса мой дед готовил. Отец готовил. Теперь я из него готовлю. Подходи, подбегай. Молодой человек и девочка красавица, идите сюда, шашлык попробуйте. Что дорого? Это дорого. Случай, вообще бесплатно. Бесплатно. Ну, я для такой красавицы разве хоть копейку деньги с неё возьму? Для тебя всё бесплатно, девушка красивая. С тебя только воздушный поцелуй. А с тебя, дорогой, за две порции шашлыка. Ужи на здоровье. Вы думаете, что у меня здесь шашлык-то нет? У меня здесь центр. Центр здоровья. Вон женщина, видишь? Вот эта женщина приехала. Смотреть не на что было. Шашлык поела. Стала стройная, как тростинка. Нет. Даже как сто пятьдесят две тростинки. А как шашлык от простуды помогает? Один всё время чихал, кашлял, кашлял. Слушай, двенадцать шампуров съел шашлыка. Простуду как рукой. Теперь даже чуть-чуть кашлянуть боится. Попробуй, дорогой, попробуй. Ах, ты вегетарианец. Так это же мясо вегетарианское. Этот баранчик всю жизнь только зелёной травкой питался. Поешь этот шашлык и будешь жить долго. Как этот баран. Я так скажу, у меня не шашлык, у меня центр. Центр спорта. Помните, Олимпиада была здесь у нас в Сочи. Зимние игры. Тренер мне подошёл, говорит, Ашот, поставь свой мангал рядом с трамплином. Тебе, говорит, всё равно, где торговать. А ребята на запах потянутся. Так веришь, у этих прыгунов с трамплина Дальность полёта увеличилась в полтора раза. Даже у тех, кто на лыжах был. Слушай, ты что, у меня же, у меня же не шашлык, но это бизнес-центр. Что, говоришь, если у меня вай-фай? Вай-фай какой шашлык. Нежный, как первый поцелуй. Горячий, как любовь джигита. Дымом пахнет, как поезд. Я вижу, вы солидный клиент. Что-нибудь эксклюзивное я могу сделать. Например, седло барашка. Нет? Скажи, а вообще что ты любишь, а? Чёрную икра любишь? Для тебя чёрная икра-барашка. Слушай, ну, я серьёзно говорю, у меня же не просто шашлык, у меня центр культуры, потому что люди сюда приходят, чтобы культурно пообщаться. А какие раньше тосты говорили? Мой дядя Гурген, с детства помню, говорил тост. Говорил, 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 говорил. Чем кончилось, я не знаю. Я ушёл, а он до сих пор говорит. Незнакомые люди садятся за один стол, покушали, вина выпили, друзьями стали, водой не разольёшь. Потому что у меня шашлык, это же как центр знакомства. Одинокая женщина мечтает познакомиться с холостяком. А вот как узнать, он женат или нет, а? Потому как он шашлык ест. Если взял два шампура, посыпал зеленью, полил соусом, стопроцентно холостяк. Знаете почему? Не догадались? А потому что на юге все мужчины холостяки неженатые! Все, все едят шашлык и люля-кебаб. Я даже стихи написал. Если съешь люля-кебаб, ты гроза для местных красивых, очаровательных, сладких, неповторимых женщин. Что говоришь? Кто ушёл, не расплатился? Где? Ты вообще знаешь, кто это такие? Это санэпидемстанция, налоговые пожарники. А ты кто? Учитель? Вот ты и плати. Как за что? За то, чему ты их всех научил. Вот такая жизнь у нас здесь, понимаете? Вот потому что весь мир, всё крутится только вот вокруг меня, потому что моя шашлычная, это центр мира. Что говоришь? Если у нас доставка шашлыка на дом, конечно, конечно есть. Говори адрес. А вообще, знаешь что, не надо. Не говори адреса. Просто иди. Как куда? К себе домой иди. А я возьму сейчас шашлык, вино, позову друзей и пойдём к тебе домой гулять. Ну что вы сидите? Ведь человек приглашает нас. Пойдём вместе у него, посидим, повеселимся, веди нас, дорогой. Не пожалеешь! Спасибо.